Так, мы уже написали, только я постелила пелёночку. И уже её заворачиваем, рвать хотим. Вот что это такое, а? Вот что это такое? Скажите мне, пожалуйста. А ну-ка, нельзя? Всё уже. Это сейчас из клеенка в клочья пойдёт. Короче, ненадолго. Игрушек мы положили, помыли частенькие. В общем, разбираем всё помаленьку. Всё помаленьку разбираем. Мамка там что-то грызёт. Дети занимаются работой. Все в делах, все в работе. Вот так вот. Смотри, как девка интересна, да, лапками, Паша? Так и так подходит лапками. Тык-тык. Ой, не могу. Вот так. Вот самый спокойный, это вот этот мальчишка. Я теперь поняла, который вот этот грызёт сейчас. Он самый спокойный. Пойдёшь к Жене, да? К Жене пойдёшь жить, а? Ты самый спокойный мальчик. Ты самый халёсий мальчик, а? Жене самого такого надо. Спокойного. Тихого. Халёсий такой. Всё. Всё, всех делами занимаются. Мамка подсматривает. Ага. Понравились мыши им. Мамкины игрушки. Да, скажи, моими игрушками играют, да? Твоими играют. Твоими, да. Твоими игрушками играют. Там бессовестные такие, да? Вон, как они. Вот так вот. Игрушки любят. Те между собой поворкаются. Эти заняты делом. Девчонка бегает, думает, что-то наделает, что-то натворит. Вот мяночек. Инюшка села, слышишь? Подсматривает. Чё там детки твои делают? А? Чё они там делают? А? Чё они там делают? Так, ну-ка. Кто голос разрешил давать? А? Кто разрешил голос? Нельзя. Нельзя. Всё, всё делами занялись. Фух, ну и нам тоже надо делами заняться. Надо что-нибудь покушать, перекусить. Дело уже к вечеру. А, черешня есть, да? На базаре купил или где? Да! Так, за папу не отвечаем. Я спрашиваю на него. Они тебя спрашивают. Поняла? Молчи. На базаре, да? По Фляндии? А? Альде. Чё, трудно сказать. Всем, ребята, доброе утро. Я налила себе кофеёчек такой вот с пенкой. Давайте попьём, да? Немножечко поговорим. Орхидейки мои цветают. Смотрите, видите, сколько можно уже? Уже полгода больше. Представляете? Уже помаленечку. Всё, надо цветочки сбрасывать. Уже всё. Новенькая ещё стоит. Вон она, красавица. Но она, как бы, ещё не дошла до кончины, да? А эти уже всё, умирает помаленечку. Такие дела. В общем, с кофеёчком давайте попьём. Это мой первый утренний кофе. Я ещё не пила. Паша пошёл с собачками гулять. Вот. Дома. Приболел. И пошёл прогуляться. Погодка у нас, видите, какая пасмурная. Сегодня на велике пойду кататься. Ну, ещё утро. Малышарики наши спят ещё, ребятишечки. Да, я думаю, вот это моё первое кофе ещё. Я думаю, попью кофеёчек. Потом уже буду кушать, пока аппетита нет. Да. Ну, с утра всегда, так знаете, надо немножечко разойтись. Потом, чтобы кушать захотеть. Немножечко надо в себя прийти. Как бы так. Так у нас в ясельках спят детки. Всё-всё в кучку. Написали. Вот. Сейчас поспят. Я им кушать сделаю. Они прям чувствуют. Как я только камеру беру. Они прям чувствуют, чувствуют, что я сейчас вот эти маленькие. Вот так вот. Я так рада, что мы купили вчера вот это. Представляете? Мы самые дешёвые взяли. Знаете, чтоб не промокал. Хотели клеёнку. Ну, пускай вот это будет. Самый дешёвенький такой. И я хочу сказать, удачненько. Цвет нормальный. Не надо было там какой-то брать. А потом мы просто его выбросим. Он нам не нужен. Вот выбросим. Всё. Потому что полы уже и так мы подпортили. Нюшка нам подпортила полы своими писюльками. И они тоже. Ну, как-то так. Ладно, детки пускай спят. А мы будем с вами кофе пить. Прочитала комментарии. Спрашивают, как я поливаю свои орхидеи. Девочки, я их поливаю раз где-то в две недели. И то, если жарко, если погода сильно жаркая, то раз в неделю, да. Ставлю в раковину. Ну, я показывала уже там всё конкретно и чётко показано, да. Как я это делаю. Посмотрите, вот предыдущее видео. Вот. Раз в неделю. Два раза в неделю. Всё. Как вы смотрите, как у вас потрогали. Сухенько там всё по листикам, как листики. Если они такие твёрденькие, хорошие, то и не надо. Ей хватает. А если листики уже такие вялые начинаются, такие начинают немножечко внизу особенно морщиться, как бы такие, то их надо почаще поливать, потому что им, значит, не хватает водички. Они хотят пить. Вот. А что ещё спрашивали? Вопросы какие? Уже забываю, знаете, надо смотреть и отвечать. Сейчас вспомню, скажу, скажу, что всё так гладко идёт. Ну, всякое бывает, да. Как-то так. А то, что я знаю, кто это на меня жалобу написал, это правда. Я это знаю. Я просто не хочу это озвучивать и говорить. Как говорится, на своих не клевещут и не говорят. Ну, так. А на меня делают. Понимаете? Конечно, это неприятно, немножечко обидно. Ну, ладно. Я всегда говорю, ладно. Ничего, переживём. Как-то так. Ой, всё, уже соскакивают, ребятишки. Вкусный кофе. Вот. Не спят, один уже соскочил, просится. Я постоянно Паше говорю, не бери их на руки, та девочка. Говорю, не бери их на руки. Он когда их берёт на руки, они начинают привыкать, и вот начинают плакать, пропроситься. Ой, да что мы такое хотим? Что мы такое хотим? А? И чё мы такое хотим? И чё такое? А? Да. Давай, спи. Смотри, все спят. Давай, давай. Давай, иди спи. Вот, молодец. Вот, молодец. Да. Вот, молодец. Да, ещё хотела сказать, наверное, в отпуск у нас не получится. Не знаю. У нас всё из-за щенков, да? Потому что, ну вот, не знаю, успеем их продать, да? У нас-то 22-го уже, нам надо так быть. У нас 22-го. Ну, Паша говорит, наверное, будем отказываться. Ну, в принципе, он говорит, я вообще отказываться. Потому что он сказал, что, может быть, мы приедем. Ну, наверное, он сам говорит, у нас, наверное, не получится. В общем, не знаю. Получится, не получится. Хотелось бы, так, знаете, поехать. Может, и надо вообще отказаться до следующего года. Он, конечно, себя тоже не очень чувствует хорошо. Он сейчас на больничный пошёл. Со здоровьем у него тоже не важно. Вот такие дела. Ну, да, я, может быть, и поеду с подругой. Не знаю, может, и поедем в сентябре, да? Так вот, думаю, в сентябре. Ой, что-то просыпаются, детки уже просыпаются. Кормить надо сейчас. Да, на сентябрь где-то. Там и подешевле будет. Потому что на море я хочу ездить каждый год. Честно я вам скажу. Потому что это здоровье. Потом старый, как совсем будешь, ты уже никуда не поедешь. А пока есть возможность, нужно есть. Мне мама даже всегда говорила. Пока есть желание, возможность езди. А потом уже всё. Ты сама не захочешь никуда. Поэтому поеду. Творожок дала, помаленечку кушать. С молочком, с козьим сделала. Чтоб не сильно такой кислый был. Молочко подогрела. Хотя он убралась немножко здесь. Они поспали. Вот. По очереди кушать. Все вместе не кушают. Покушали, покушали, отошли. Но вообще неправильно, конечно. Нужно это. Вон там те, те дерутся. Играют с игрушками хорошо так они. У них игрушек много. У меня у Нюшки там ещё Барнюша тогда покупала. Много игрушек там в келлере у нас лежит. Надо будет принести. Вот. Ну, Нюша у нас порвала много игрушек. Барнюшечка-то не игрался. А она у нас это. Вот так вот они кушают. Вот. Тут водичка стоит у них. Вон они уже рычат, гавкают. Ай-яй-яй. Детский сад у нас. Младшая группа. Я сильная. Каждый своим делом занимается. Кто кушает, кто играет. А кто дерётся, борьбой занимается. Наблюдать, конечно, очень забавно. Знаете. Творожок им полезно. Молочку козья тоже хорошо. Барнюшка у нас не знает, что такое игрушки. Вот это самый спокойный у нас мальчик. Мне так кажется, не знаю. Паша вон тот нравится, который сверху дерётся. Он говорит, это мой любимчик. А мне не все нравятся. Вот этот вот тоже лапками. Вот такой задиристый. Вот такой задиристый. Вот такой. Вот они, вот они, вот они. Кто главный? Мальчиком, конечно, они хорошо играют. Вот так, вот так. Показывать вам, чтобы вам видно было, чем детки занимаются. Кто чем. Кто играет, кто борется. Вон чё. Представляете? А зубы у них уже какие. Если бы вы видели. Уже прям зубы показывают. Злятся. Вон чё. Вон чё. Вон чё. Вон чё. Вон чё. Кто-то кушает. Вот так ребятишки играют. Весело им. Вовнушечка, конечно, не испытал счастья в жизни такого. Он даже не знает, что такое игрушки. Вообще не играл ни разу. Он только с мячиком. Иногда Паша, когда с ним гулять ходит, мячик бросает. Он там за ним бегает. Когда на речку они ходят, гуляют. Он их отпускает. Они бегают. Вот так Барнюшечка даже не знает, что такое игрушки. Конечно, он в таких условиях был. Не в таких, конечно. Тут они и кушают у них всё. И игрушечки, и тепло, и сытно. И ухаживают за ними. Сейчас вот в пять недель будет. Им пять недель надо их будет проглистовать. А потом в два месяца привилочки. И пойдут они к своим мамам и папам. Да, я ищу. Писали вот в комментариях, что надо это. Конечно, я ищу. Вот. Объявления мы ещё не давали. Но у нас уже есть как бы желающие двое взять. Ну, это один мой сын. Берут собачку, да. Для детей. Сильно просят, хотят. Понятно, я сказала, говорю, вы берёте не для детей, а для себя. Это для детей, да, вы берёте. А будете вы заниматься. Потому что, ну, это так оно и есть. Берёшь детям, а сам занимаешься. Вот так вот мячик. Вот так мячик. Вот так. Вот так. Да, 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 да. А сам будешь заниматься. Так оно и будет. Вот. Ну, вот видите, только порядок навела. Всё прибрала. Всё сделала. Сейчас она немножко поиграет. Потом в туалет пойдут. Потом опять надо всё убирать. Вот. Только я сказала. Видите? Так оно есть. На пелёночку, да, ходит. Ну, иногда мимо. Ну, ничего. Видите, какать пошёл. Ну, не буду его снимать, тревожить ребёнка. Так вот мы какаем, какаем. Какаем. Ладно. Показала вам, что какают они нормально. Лёшечки хорошие, сформированные. Значит, питание нормальное, хорошее. Я так считаю. Да, понюхай, понюхай. Надо сейчас убрать. Хочу сказать, когда они какают вот так, да, такой колбаской, это значит правильное питание. Значит, всё хорошо. Всё хорошо, без проблем, да. Я творожок даю. Они кушают питание специально для собачек. Я им размачиваю с водичкой, с молочком иногда, с козьим. Вот. Они с удовольствием. Ну, творожок, кефирчик мы им даём. Йогурт ещё. Вот. Йогурт. Ну, я считаю, что это нормально, им хватает. Вот. Нюшка тоже потом доедает в больнуше. Вот это то, что они не доели. Вот видите, они поиграют, поиграют, опять идут кушать. Вот. Вот. Я думаю, им это нравится. Вкусненько, да, вкусненько, да. Давайте кушайте. Мамка перед улицей их покормила. Они поспали, но им это мало ещё, видать. Я их два раза в день подкармливаю. Два раза в день, не один раз. Сейчас вот утром, да, и вечером перед сном я их кормлю. И они, знаете, всю ночь у меня спят. Она их ночью не кормит. Она спит за бортом. Вот за бортом вот здесь или на диване. А они здесь. Вот. Вот им хватает. Видите, как с мячиком играет. В общем, вот так вот детки резвятся. Им тут хорошо. Им хватает места. Выпускать я их не собираюсь. Это иначе представлять, что будет. Мы и так иногда имели неосторожность их выпускать отсюда. И знаете, что было? Тут у меня они бегали кругом. И там написали, и там накакали. Поэтому не надо выпускать. Пускай они здесь. И я считаю, их надо меньше на руки брать. Мы их берём, конечно, но много не надо брать. Они потом начинают плакать и проситься. Они привыкают. Поэтому вот чем раньше их забирают. Ну вот привычку, как сделаем, два месяца. Их надо забирать пораньше, да? Они потому что к нам привыкают. Они же думают, что мы их не хозяева. Собачка это не кошка, не котята, да? Это совсем другое. Пашка даже сам говорит. Он мне, знаете, что говорит? Давай, говорит, ещё одного оставим. Говорит, три. Я говорю, ты с ума сошёл. Ты, говорю, с ума. Он говорит, а что, говорит? Как барнюша. Я говорю, нет. Нет. Даже близко мне это не говори. Представляете? Ещё хочет одного. Я говорю, это маленькие они сейчас. Забавно всё. Но они же вырастят. Как барнюша будут. Инюша. И вот сам подумал. Смотрите, как они дерутся. Я говорю, они же вырастят. Там у меня это. Розетка. Я специально подальше отодвинула, чтобы они не могли дотрагиваться. Ну-ка. Нет, они не могут. Там эти розетки. Они пытаются. Я уже наверх эту сделала. Вот такие вот ребятишки. Им всё надо. Любознательные. Всё мне перевернули. Красоту навели. Пытаются вылезти. Но нет. Такие вот дела. А это они. А это они. Сейчас пофотографировать их надо немножко. У Козьи вот такую даю. 3%. Я разбавляю. Чисто я не даю. С творожком только. Или кашку варю. Вот здесь у меня кашка для них сваренная. Вот такая вот. На кузьем молочке. И они кушали. С удовольствием кушали. Что у меня второй завтрак. Сделала себе вишенку вот такую. С помидорками. Помидорки подтушила. Кофеёчек. Ещё вторая кружечка. Хлеб с маслицем. И сырок там есть у меня. Ну, давайте, ребятки. Второй завтрак, да, сделаем. С добрым утром. Мои ещё не пришли. Ну, я вот чашечку кофе выпила. Пришла в себя. Можно сказать. И сейчас я буду фрештуковать второй раз. Вот. Ну, второй раз это как? Так. Под вопросиком под большим. Я же ещё первый раз не фрештуковала. Это только очарка кофе и всё. Вот. Сейчас у меня вторая очарчика кофе. Вот. Давайте с вами. Вы любите со мной кофеёчек пить? Давайте, ребятки. У меня ничего особенного нет на завтрак. Вот. Как у всех вас, да? Вот. Погодка не радует, но я на велике пойду кататься. Посмотрю, дочь будет передавать. Нет, с Пашей пойдём кататься. Вот он сейчас погуляет. Он, правда, приболел. Он очень себя чувствует. Ну, на велике он говорит, мне хорошо. Ой, кружку как-то я держу. Ну, у меня-то как пальцы не входят сюда. Кружку. Видите, так вот. Мне кюрчик надо делать. Я вот всё оттягиваю. Что-то как в России тогда сделала. Это уже как отраслей их уже подпиливала. Надо делать. А у меня руки не доходят. Со щенками это катастрофа. Сейчас они у меня успокоились, уснули. Всё, ребятки, с добрым утром. Хорошего вам всем дня. Конечно, видео позже выйдет. Это уже не утро будет. Ну, может, кто завтра посмотрит. Кофе очень вкусный. Обалденно вкусный. Я люблю кофе. Я не могу. Я вот чей как-то не пью равнодушно. А вот кофе я не могу. Два раза в день прямо пью и всё. Да. Так что вот такие дела. Тяжело вздохнула. Ну, вот, наверное, есть повод для этого. Гвардия. Я сильная. Отрубилась, наелись. Отрубились, и всё. У нас тепло дома, поэтому им жарко. Они даже на подстилочке не хотят спать. Мы там написали уже. Видите? На пелёночку ходят, писают. Молодцы. Видите? На пелёночку. Ну, всё переворачивают. Вот они её прямо скомкивают. Знаете? Сейчас покушу, надо расправить её. Ой, господи. Да как тяжело. Эта жизнь какая тяжёлая. Ой, прямо мы тут это... Чё-то тут наелись. Так вкусненько. Мамка придёт, с бордюшкой доедят. Нюшка всё доедает. У меня после их ничего не остаётся. Она придёт, она всё доедает. Что бы я ни положила, чем бы я их ни кормила, она всё, миска будет блестеть. Ну, я, естественно, и бордюшечки даю. Вот. Ему тоже кальцием надо. Так что такие дела, ребята. Ах, мячик вывалился. Надо его туда закинуть. Ребятишки с игрушками очень хорошо играют. Молодцы. Ну, всё. Им хорошего сна. А мне хорошего фрештука, да? Ну, как завтрака. Так, ребятки, хорошего завтрака мне, да? И вам тоже. Вкуснота, вкусная кофе. Сейчас пока буду пить, всё остынет уже. А я горячее, кстати, не люблю. Паша, у меня кипяток аж пьёт кофе. И горячее любит, чтобы всё горячее было. А я не люблю горячее. Было сказать, вот это варенье вкусное очень. Со сливы. Уже подъедаем, да? Надо будет ещё купить, сварить. Очень вкусно. Вот эти длинненькие сливки, да? У меня прям тоже с бутербродиком, да? Вот так вот. И варенье. В пыль кусочек. Какой-то моя пялочка я себе специально накладываю, я с неё кушаю. Паша другая. Вкуснота. Извиняюсь я, да, за свинство такое. Ну, очень вкусно. Варите варенье. Оно у меня такое в меру кислое, в меру сладкое. Хорошее. Варила я его где-то часа, наверное, полтора. Так что, ребяточки, варенье вообще классно, конечно. Мне нравится варенье. Так, не обращайте внимания на салфетку. Я тут уже уделалась, накапала на себя. С клепушком. Вот так вот это себе накладываю. Паша, другая пялочка. Вот так кушаю. Угу. Угу. Кофеечком запиваю. Угу. Очень вкусно. Витя, не писать на пеленочку. Молодцы такие. Все, все, ухожу, ухожу. Такие чувствительные. Вот моя картина на такой стадии. Кто-то писал, хочет посмотреть. Ну вот, смотрите, еще много. Что-то у меня как-то вот сейчас желания нету рисовать. Чуть позже я начну ее рисовать, да. А сейчас, пока я на другое переключилась. Я думаю, что, ну, сделаю потихонечку. Вот видите, красиво получается, да. Вдалеке такой вот, как пейзаж. Или пейзаж. Правильно говорю, нет? Альпийские луга, Альпы. А тут, как бы, такая терраска. И на терраске, на лавочке или на столе стоят цветы. В общем, такая красота. Это, как будто из окна, да. Вот. Думаю, да, потом продолжу. Видите, какие тут маленькие детальки. Все надо разрисовать. Вот видите, так вот. Рисовала, рисовала. Вот. Ну, вот так как-то. Сейчас я занимаюсь своим украшением, чищу их, потому что в некоторых украшениях появилась патина, да. И я вот немножечко здесь вчера вечером, сегодня вот сижу их, чищу. Там действительно прям в некоторых местах, вот, в некоторых есть прям такая вот, знаете, зеленушечка появляется. Не знаю, почему, с чем это связано, да. Украшения дорогие. Это от Михаила Негри. И почему она появилась, я понятия не имею. Я вообще это украшение брала в отпуск на море, в Египет и в Турцию. Оно уже у меня много лет. Может быть, от того, что я, ну, не знаю, я вот не помню, купалась я в море в нем не купалась. Вот как-то так. Что-то не то с ним, да. Вот я вчера весь вечер очищала все здесь, здесь. Вот. Вот это тоже прям между камушек там везде, везде. Ну, я почистила, в принципе. Вот в этих нету, вот в этих нету. Я еще, в принципе, их все хорошо не смотрела. Вот эти просмотрела все. Вот это у меня тоже от Михаила Негрин. Тут все украшения очень красивые. Вот здесь вот нету, там такая колье такое. Вот это тоже как чокер такой, коротенький, очень красивое от нее украшение. Это выписывала я все с Израиля. Кто, может быть, знает, это, эту фирму. Там у них фирма прям целая. Такое красивое украшение. Это серьги. Я вот все, думаю, их может переделать на подвески. Сейчас уже они не модные. Когда я их выписывала, они были очень модные. И вот это вот такая подвесочка тоже. Очень красивая. Вот такой тоже колончик. У меня много от нее украшений. Видите, я вся поцарапанная. А щенята мне поцарапали. Такое вот украшение. Очень красиво. Когда я одеваю, она обращает очень внимание на него. Она действительно, знаете, привлекает. Смотрите, какое красивое. Кто-то может скажет, что цыганское. Нет, очень красивое. Вот это калье, она такая коротенькая, под шею. Ну и вот такая вот беда случилась, да. У меня... Ну, я надеюсь, что я почищу. Все хорошо будет. И как-то так. Эти серьги очень тоже красивые. Видите, какие. Они дорогие. Они не дешевые. Это камни идут сваровские здесь везде. Во всех вот это все сваровские камни. Там на бумагах специально вкладыш такой был. Все написано, что это не просто там камушки какие-то, стекляшечки. Это камушки сваровские. Ну, сваровские что это такое? Горный хрусталь. Горный хрусталь. Ладно. Будем дальше заниматься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!